Моя задача вам рассказать о том, кто такие продакт менеджеры, откуда они берутся. И это, наверное, первая часть. Вторая часть. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас, когда уйдет отсюда, не просто подумал о том, какой классный Паша, как классно быть продакт менеджером, и какие интересные штуки он может рассказывать, а чтобы вы придумали для себя что-то или услышали для себя что-то, что вам может быть полезно в вашей работе, что можно делать прямо завтра, может быть, что-то в том, как вы ведете свои обычные задачи, может быть, что-то новое. Но главное, чтобы у вас появилась какая-то ценность. И по ходу я вам буду задавать всякие вопросы. Поэтому, если вы сядете поближе, хотя здесь вроде ближе особо и некуда, то будет классно. Я начну с чего? С нескольких вещей. Я вам сначала расскажу про историю продакт менеджмента, откуда все это берется, как это появилось. Потом я расскажу про то, за какие вещи продакт менеджеры отвечают, что им для этого нужно уметь, как им нужно думать, какие у них должны быть скиллы. И там чуть-чуть расскажу про развитие, про то, как можно развивать себя и про то, как развивают себя ребята, которые делают все то же самое. Вот. Есть одно маленькое правило. То есть вот, наверное, единственное правило из всех, которые есть сегодня. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы скажите, Паш, вот здесь непонятно, я здесь не согласен, тут ты какую-то херню говоришь. Вот. И давайте обсудим или наоборот я вам расскажу подробней. И все, что я вам сегодня рассказываю, это не какая-то истина, это не, как бы так сказать, это не единственное правильное видение, это просто мой опыт и то, как делаю я. Поэтому могут быть другие мнения. И здесь я просто хочу вам предложить посмотреть моими глазами для того, чтобы, возможно, вам это как-то пригодилось. Хорошо? 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 Вообще, кто я такой? Да, сейчас я работаю в Skyeng, это онлайн-школа английского. Вот. Там я продакт-менеджер и отвечаю за несколько вещей. Я отвечаю за внутренние сервисы, которыми пользуются наши операторы. Это такие ребята, которые, когда вы оставите заявку, будут звонить вам и говорить, а вот здравствуйте, вы оставляли заявку, давайте вас запишем на вводный урок. У нас таких ребят, наверное, человек 700 и разные сервисы для них я делаю. Вот. У меня есть три таких сервиса, за которые я отвечаю. И у меня есть команда дата-аналитики, которую я тоже немного менеджу. Вот. Моя задача выстроить у них правильные процессы. Вот, что я делаю в Skyeng. До этого я работал в Getty. Там я занимался курьерской доставкой. Работал в Dostavisti. Это тоже такая компания, которая в Москве делает краудсорсинговую курьерскую доставку. Такой себе Uber для курьеров. Работал в Dodo Pizza, где занимался автоматизацией, опять же, доставки и занимался там достаточно много региональным развитием. Но вообще свою работу я начал вот на вот этой вот картинке, которая справа от вас. Как вы думаете, что это такое? Есть кто-нибудь? Пивоварня. Окей, пивоварня. Какие еще есть варианты? Сжиженный газ. Сжиженный газ. На самом деле это очистные сооружения электростанции. Я начинал в строительных проектах и я был сначала там менеджером по снабжению, потом я потихоньку начал еще и продавать эти проекты. И в итоге я превратился в project-менеджера, задача которого была продать вот такую вот хрень электростанции, а потом ввести этот проект до тех пор, пока мы не получим окончательно деньги через 90 дней после акта выполненных работ. Это был тот еще геморрой. Вот, в один прекрасный момент, это было лет так, сколько, наверное. Ну, в общем, это было начало 2014 года. Я понял, что заказчик сказал нам, ребят, ну денег нет, вы там держитесь, вот, мы вам заплатим когда-нибудь потом. Я расстался с девушкой, на которой я тогда хотел жениться. Хорошо, кстати, что не женился. Вот, и я уехал в Сыктывкар. Совершенно случайно я познакомился с Федором Овчениковым из Дудупицы. Он сказал, слушай, чувак, ты вроде прикольный, давай приезжай к нам в гости. Вот, а мне делать было абсолютно нечего, поэтому я приехал в гости и остался там на два года. Там я начал управление своими первыми IT-проектами и вот мой путь как product-менеджер начался именно там. Я вам не советую повторять, в Сыктывкаре адски скучно, и когда зимой вы выйдете на улицу, вы подумаете, о, минус 20, потеплело, вот, вы поймете, что вы уже акклиматизировались, не делайте так. Но это был прикольный опыт и я рад, что все так получилось. Вот, сейчас бы я хотел чуть больше узнать про вас. Можете кто-нибудь рассказать, кто вы, чем вы занимаетесь, что вы вообще хотите получить от вот этой вот лекции, от этого занятия, зачем вы сюда пришли и как вы поймете, что все было ок? Есть кто-нибудь, кто хочет мне помочь? Конечно. Окей. Хорошо, чем project отличается от product? А как ты поймешь, что ты не зря потратила там час своего времени? А если не скажу? Хорошо. Кто? У тебя точно есть какие-то вещи, которые могут относиться и к той другой роли? Я подробнее расскажу. Кто-нибудь еще хочет тебе помочь? Ну да. Хорошо. Как ты поймешь, что было ок? Ну, хотя бы как-то. Ну, если у меня появится, я бы добавил один, два и неспонятных, то я бы просто попадаю. Хорошо. Мне нужен еще один храбрый доброволец. Ну, давайте, ребята, кто-нибудь помогите мне, пожалуйста. Как вы поймете, что все было хорошо? Потому что, значит, я буду рассказывать о том, что интересно мне, а о том, что интересно вам. Поможешь? Ну, как ты... давай так. Так, а кто ты, чем ты занимаешься, что ты ждешь от этого занятия, и как ты поймешь, что все было ок? Ну, я здесь живу сейчас на каких-то проектах, и просто интересно, что у тебя особенности не просто не понравится. Окей. У меня есть, а он проектов, да, да. Хорошо. Как ведешь к официальной программе, ты не можешь. Ну, давай так, я попробую, вот, не совсем на примере, но я подробно расскажу. У меня про это много есть, про то, чем они отличаются. Ну, давайте тогда бежать дальше. Почему-то вы не хотите со мной разговаривать. Вот, наверное, я вам не нравлюсь. Откуда вообще... Да? Ладно, я тогда пошел. Вот. Как вы думаете, откуда взялись вообще продакт-менеджеры? Ну, то есть, не знаю, там, 10 лет назад про них никто не говорил. Сейчас на Headhunter есть, не знаю, там, сотни объявлений с работы в Москве, и за это готовы платить от 150 тысяч рублей. Как так получилось? Откуда взялись продакт-менеджеры? Зачем они вообще-то к кому-то? Это когда-то прошло, там, кто-то зонно были. Уже в те годы, да, они начали появляться. Это просто название профессии, которая была, да. То есть, всегда был человек, который решал, что он будет продавать. И в каком виде он будет продавать, и как он будет сделать. Вопрос, как он назывался, директор по продукту. Да. Или управляющий, главный. Не имеет значения. Просто решили обаиздность, что он будет назвать продакт-сонно. И в России это пришло. Начали как продакт-сонно. Потом, если вы проводите продукты, то он будет называть менеджера. То есть, вы подготовите? Ну, примерно так, да. Вообще, не то чтобы они откуда-то появились, они были, и были люди, которые решали задачи, просто начали называть по-другому. Но если прямо говорить, откуда они взялись с самого начала, и первый человек, про которого все знают и считают, что он первый, кто-то сформулировал, люди до этого этим занимались, но он прямо выделил, сформулировал, что делает продукт-менеджер. Это был этот человек на фотографии, Нил Маклрой. В 1931 году он работал в Procter & Gamble и он занимался каким-то там мылом. То есть его задачей было сделать такое мыло, которое будет хорошо продаваться, разобраться, где оно будет продаваться, как. И он сформулировал короткое эссе Brandman, на 800 слов, где он написал, что вообще для этого надо делать. Похоже, получилось у него неплохо, потому что лет через 20 он забирался по карьерной лестнице и внезапно стал министром обороны. Так что очень прикольный дядя был. Я думаю, что что-то… Как вообще становятся продакт-менеджерами, откуда они берутся, ну вот здесь у нас и сейчас. Чаще всего они приходят из других смежных областей, в которых у них есть опыт. То есть, там, не знаю, 20-летний продакт-менеджер, скорее всего, ему будет сложно работать и такие бывают редко. Он должен быть, прям, не все это гениальным человеком, потому что у него должен быть достаточный кругозор, достаточное количество там бизнес-кейсов, через которые он прошел и он должен быть, ну там, хоть немного, но зрелым специалистом. Поэтому часто они приходят из, там, вот этих вот позиций. То есть, дизайнер, он, там, не знаю, рисует свои макеты, да, рисует интерфейсы для того, чтобы лучше понять, как это сделать, ему нужно много взаимодействовать с пользователем. Постепенно он, там, из UI-дизайнера становится UX-дизайнером. Вот потом он понимает, что вообще, как бы, нужно влиять на продукт больше, и он забирает на себя все больше и больше продуктовых функций, и в итоге вот у нас есть продукт-менеджер, который вырос из дизайнера. То есть, у нас в Кенге сейчас есть Вимбокс, это платформа, на которой проходят вводные уроки. Ее менеджер Паша Типикин. Паша Типикин пришел в проект, как первый дизайнер Вимбокса. Вот, и в итоге он стал продукт-менеджером, и сейчас он отвечает за то, чтобы деньги, которые мы тратим на Вимбокс, к нам возвращались с хорошей прибылью. Точно так же бывает, что растут из инженеров, да, то есть, как это происходит? У меня есть приятель Костя, он работает в Яндексе в поиске. Сначала он был долго там разработчиком, потом он стал там project-менеджером, да, после этого он ушел в свой собственный бизнес, потом он вернулся в Яндекс на позицию product-менеджера, и он отвечает за монетизацию в Яндексе. Но начинал он как разработчик, то есть, постепенно у него появилось больше и больше ответственности за деньги. Из маркетинга классно расти в продуктах, потому что современный перформанс-маркетинг, он очень сильно про cost-efficiency, про то, сколько вы потратите на этот канал, сколько вы получите, и он очень сильно про аудиторию и про вообще ее нужды. Для того, чтобы написать хорошие продающие креативы, надо хоть немного, но понимать, что этим людям нужно. Поэтому классно расти из маркетологов. Из тестировщиков Quality Assurance вырастают хорошие менеджеры технических продуктов, и эти ребята всегда будут немного параноиками. У них всегда будет все работать как часы, но они никогда не расслабятся, потому что они точно будут знать, что разработчики косячат. И они это видели прям типа сотню раз. У нас есть сервис для бронирования вводных уроков, и фактически функции продукта сейчас выполняет лид-тестировщик, потому что это сложный технический продукт, и постепенно он там репортил баги, в итоге он начал лучше всех в этом разбираться, и просто к нему начали приходить и говорить, как нам сделать вот это, как нам сделать то. Он брал на себя уже менеджерские функции, и сейчас он отвечает за это как продукт. Из проект-менеджеров вот здесь вот самая такая тонкая грань. Сначала ты приходишь к проект-менеджерам, и тебе задача организовать команду, потом постепенно ты начинаешь отвечать и за то, чтобы этот продукт приносил деньги. Про это я еще расскажу подробнее. Из аналитиков, то есть есть всякие разные там дата-аналитики, UX-аналитики, бизнес-аналитики. Они все для того, чтобы хорошо выполнять свою работу, они начинают глубже разбираться в потребностях пользователя, и постепенно начинают там ставить задачи, начинают ставить более качественные задачи, и в итоге они там становятся менеджерами. И самый такой непонятный путь – это прийти из бизнеса. То есть сначала ты чувак, который отвечает за деньги, потом ты понимаешь, что для того, чтобы более эффективно работать, тебе нужно ставить задачи разработчикам, потому что эти бородатые ребята в свитере с оленем, они делают какую-то херню постоянно. И в итоге ты постепенно становишься продукт-менеджером. То есть вот таким образом пришел в управление продуктом я. Сначала мне нужно было продавать электростанциям вот эти вот синие штуки. Для этого мне надо было разобраться, что им вообще нужно, как, зачем и почему. Потом у меня была задача – а давай-ка ты поразбираешься, как нам сделать, чтобы наша доставка начала приносить деньги. И вот так я первый раз начал ставить задачи прямо разработчикам. И с соузов очень прикольно приходить в управление продуктом, потому что одна из основных задач соуза – это коммуникация с пользователем и выявление его потребностей. То есть там всякая пятиэтапка контакта, вся вот эта вот фигня, она очень важна для продукта, для того, чтобы пойти поговорить с пользователем, понять, что ему вообще нужно, за что он готов платить, за что он не готов платить, а потом пойти это и сделать. Во многих компаниях, я знаю компания, которые занимаются юридической автоматизацией, у них нету продакт-менеджеров, у них есть технические писатели, они их называют аналитиками, они же аналитики требований, которые просто пишут задачки разработчикам, и у них есть их большой и сильный отдел продаж, который ходит и много общается с заказчиками, потом приходит и говорит, мы поговорили, нам нужно вот это, у них там есть сложная система, как они выбирают, что делать, там типа скоринг этих фичей, но фактически менеджеры по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, у них выполняют функцию продукта в части определить, что нужно делать, и они напрямую в этом заинтересованы, потому что тогда им легче продавать этот продукт. Вот откуда берутся эти странные ребята. Слушай, я тебе скажу по-другому, зависит от того, какой продукт, потому что если мне сейчас дать какой-нибудь хороший, клевый, мобильный продукт, я сделаю полное дерьмо, потому что я очень плохо в… там я не очень люблю работу с интерфейсами, вот, вот прям такую, знаешь, где его надо вылизывать, мне гораздо больше нравится там работа с бизнес-логикой, вот, поэтому я делаю внутренний продукт, поэтому понятие универсальный продукт менеджер, оно какое-то такое, не очень для меня понятное, то есть в любом случае у тебя должен быть там какая-то та или иная специализация, и она скорее растет даже не от того, откуда ты выросла из того, что тебе интереснее и больше нравится. Просто я задаю вопрос, потому что как-то раз, общавшись с одним председателем в группе компании, я сказал, что менеджер, ну, хороший менеджер там приезжает в тем, что это получается, который председателем в группе, что это странно-статчик, где-то будет очень важно, делал вначале, как будто бы, реализовать проект, а потом пригласил в компанию, чтобы проводить ракула. То есть софты вы, они в беоре должны решать, потому что главное, ты или среди софта? Конечно. Ну, софты важны, но здесь скорее вопрос того, сколько ты потрачу времени. Если у тебя уже есть там понимание, если у тебя уже есть какой-то опыт, да, и ты примерно разбираешься с предметной властью, будет проще. Ну, то есть в любом случае из, там, не знаю, из десяти стартапов восемь провалятся. Вот, и у них были продакт-менеджеры. И я работал, кстати, вот, это же прикольная тема, обычно всем очень нравится, когда я это рассказываю. А когда я уходил из достовисты, результатом моей работы его можно было назвать примерно так. Мы проверили гипотезу, гипотеза оказалась неверна, проект закрыт. Вот, у нас была гипотеза, которая звучала примерно так. Мы можем взять любой город, похожий на Москву, там, большой, с развитым e-commerce, с развитыми мобильными сетями. И в этом городе у нас полетит наш маленький курьерский бизнес. Мне выпало запускать Лондон. То есть, ну, это был 16-й год, и надо было запустить, ну, достоверно запускало много разных городов. Там, Лондон, 4 или 5 городов в Индии, Китай, Корея, Бразилия, Мексика и что-то еще там, их много, короче, было. Вот, и мне достался Лондон. В итоге в Лондоне мы запустились, мы там адаптировали продукт, разобрались с юридической всей фигней, но оказалось, что мы не попали в привлечение пользователей, мы не понимали, как нам масштабироваться, и в итоге мы решили, что вся эта история для нас слишком дорогая, и результатом моей работы там было то, что проект закрыт. Вот, но здесь я это к чему рассказал? К тому, что, типа, там, негативный опыт для роста и для развития – это тоже очень клево. И, возможно, если бы у меня был, там, мой предыдущий опыт работы с английским рынком, у меня бы это получилось лучше. Ну, хрен его знает. Поэтому, наверное, если ты президент крупной компании, то ты можешь говорить, что менеджер должен быть универсальным, он потащит везде. Но, по факту, там, из большого количества продуктов, из большого количества гипотез, которые протестируют, ну, не знаю, по моему ощущению, там, процентов 80, они должны провалиться. То есть кому-то придется делать этот провальный продукт. И учиться на своих ошибках – это очень клево. Потому что я когда рассказывал про, там, свой опыт, сейчас фаундерам Skyeng, они говорят, о, клево, значит, ты вот такой херни больше делать не будешь. Вот. Другой вопрос, что кто-то заплатил за то, чтобы я сделал эту херню, но он тоже совершил ошибку, но это была ошибка найма. Так, как я стал продуктом, я уже успел рассказать. Я поехал в тайгу и стал продуктом там. Если у вас будут какие-то вопросы после лекции, вам захочется пообщаться, захочется что-то узнать, можете смело писать мне вот в эти контакты, я вам отвечу. И вот, если у вас будет какой-то фидбэк после лекции, не знаю, там, Паше, все было плохо, не приходи к нам больше никогда, то это тоже можно написать. Хорошо? Вот. Давайте теперь пообщаемся про то, кто вообще такой продукт-менеджер. Есть ли у кого-то мнение, что это за человек такой? Не знаю. Это человек, который думает стратегически на будущее о проекте. Какие еще есть варианты? Проект как продукт. Ну, допустим. Хорошо. Отвечает за функционал, думает про развитие, общается с пользователем. Я могу сказать про то, что объяснение, ты можешь сказать, потому что ты себя проверяешь, есть продукт. В одних людей есть задача сделать хороший продукт, а у других людей сделать продукт хорошо. И вот продукт стал нам сделать хороший продукт, а в продажах мы думаем, что это тоже отряд, что продукт хорошо. Ну, да, можно сказать и так. Разница между тем, чтобы сделать хороший продукт и сделать плохой продукт хорошо, да? Хорошо. Смотри, у меня на это есть чуть более короткий ответ. Он очень сильно сходится с тем, что говоришь ты, ну, типа, если вот чуть-чуть перевернуть. Мой ответ, что продукт – это такой человек, который отвечает за деньги. Вот. Если он не отвечает за то, приносит то, что он делает, деньги или нет, он кто угодно, только не продукт. То есть до тех пор, пока, не знаю, там, руководитель проекта какого-то, руководитель продукта, как бы он ни назывался, у него есть конечные KPI, сколько эта херня принесет денег, вот в это время он выполняет функции продукт-наж. Если у него нет KPI в деньгах, ну, хорошо, ладно, не в деньгах. Допустим, у нас благотворительный проект, мы спасаем кошечек, и никому вообще не интересно, сколько там будет денег. Но тогда у нас будет там какая-то одна главная ключевая для продукта метрика – количество спасенных кошечек. Но в 90% продуктов это будет деньги. Поэтому продакт – это человек ответственный за деньги. Да. Да. Нет, они продукты просто… Ну да, я продукт-неудачник. У меня есть несколько вещей, где я этого не достиг. Ну, то есть, просто смотри, вся продуктовая работа у нас ставится на тестирование гипотез. Если изначальная гипотеза не верна, ну, в каком-то… Это не неудача, это опыт, понимаешь? То есть, можно было, там, не знаю, продолжать вкладывать в это деньги и отминусоваться еще больше, например. То есть, принять решение, что, там, гипотеза неудачна, ну, это хорошо. То есть, просто, если это сделать, там, долго и поздно, то, наверное, это не очень хорошо. Но, в целом, вся работа продукта, она про тестирование гипотез. И тестирование гипотез без того, что какие-то из них оказались провальны, невозможно. Можно вопрос? Да. Для нас вайта написано, что вот этот прорабатывает, насколько он идет, что внутри, как ты оцениваешь? Легко. Смотри, мой продукт, у меня, вот, есть, там, типа, части воронки, по которой мы гоним наши лиды. И деньги я оцениваю двумя способами. Первым способом, насколько у меня изменится конверсия по воронке. Ну, допустим, я делаю бизнес-процесс, напоминание перед вводным уроком. Вводный урок – это, когда мы показываем платформу, рассказываем, как у нас клево. Одна из моих метрик – это сколько человек из заявок сконвертится во вводные уроки. Я делаю бизнес-процесс, который будет заставлять операторов позвонить и сказать, привет, чувак, у тебя сегодня вводный урок, приходи к нам. Если у меня вырастает конверсия во вводный урок, то у меня автоматически по воронке большее количество людей дойдет до оплаты. То есть, соответственно, разница между конверсиями было и конверсиями стало – это тот профиль, который я принес. Это первая история. Вторая история, она еще тупее. У меня есть там несколько сотен операторов. Если я вместо нескольких сотен операторов сделаю 20 операторов, я могу не платить деньги. То есть, у меня есть экономия на обработку одного лида. Гораздо сложнее бывает считать, когда у тебя есть, ну, прям, какой-то совсем внутренний продукт. Я как-то общался с ребятами, они делают внутренний продукт для девопс-инженеров. Это такие, типа, суперадмины внутри Сбербанка. И у них вообще не очень понятно, типа, как это влияет на деньги. То есть, они понимают, что им для того, чтобы там лучше разворачивать их просто какое-то охрененное количество серверов, нужно уже писать какие-то свои внутренние тузы. И вот они пишут эти тузы. И для них там метрикой будет, не знаю, количество времени, которое тратится там на разворачивание одного сервера. То есть, ну, в любом случае, там появляется какая-то метрика. Ну, да, но это же очень трудно надеть, как она влияет на механические тузы. Слушай, ну... Это как внутренние... Я согласен. Если... Внутренняя система поддержки. Ну, внутренняя система поддержки как раз еще можно посчитать, как влияет на деньги. Ну, смотри, я приведу пример. Да. Есть система, как говорят, серверы с дэцэк-рассоусом. Когда их интегрируют, в путь его группу, там есть функционер, который ведет и развивает эту систему. То есть, по метрике разряды инцидент решает не задействие, но теперь раза три. Да. И экономит деньги. Вот как это? Система внутренняя. Для внутренних пользователей или для внешних пользователей? Для всех. Хорошо. Хорошо, смотри, на внешних пользователей мы проводим NPS. Смотри, ну, одна из ключевых метрик у сервиса, который живет долго, это retention. Это то, сколько пользователей остается в системе. Да, сколько он тебе принесет денег. Там, типа, retention на средний чек мы получим LTV. Life time value, сколько приносит тебе один клиент. И довольные клиенты приносят больше денег. Поэтому, если им быстрее закрывать инциденты, у них растет NPS, можно взять группу пользователей, на них провести эксперимент, искать, что вот этих чуваков поддержка вообще не будет работать и посмотреть. То есть, они работают вот так, вот эти работают так. Не всегда нужно улучшать, иногда можно провести ухудшающие эксперименты. Но посчитать, как это влияет на деньги, типа, как холдоск влияет на деньги, очень просто. То есть, если у тебя растет аутиви, он влияет хорошо. Если аутиви не растет, он влияет плохо. Пожалуйста. Бежим дальше. Вот. А если брать там какое-то такое типа определение, да, то продукт – это решение потребности пользователя прибыльным для компании способом. То есть, у нас есть какие-то пользователи, это люди, да. А у них есть какая-то потребность. То есть, им вообще в принципе что-то нужно. Но не просто что-то нужно, они вообще за это готовы платить. Это очень важный момент, потому что, если меня спросить, не знаю, хочу ли я летать на работу на вертолете, я скажу, да, конечно, клево. Или не знаю, летаю ли я бизнес-классом. Да, я с удовольствием летаю бизнес-классом, мне очень нравится. Но если меня потом спросить, чувак, а расскажи, как ты в последний раз летал бизнес-классом, я скажу, что, ну там, авиакомпания продолбала, у них там закончились эконом-места, поэтому меня пересадили в бизнес, и было это в 2016 году. Но я до сих пор считаю, что очень клево летать бизнесом. Поэтому я не пользователь, я не буду за это платить деньги. Либо у меня нету достаточного количества денег, чтобы это приносило пользу компании. То есть, продукт – это решение потребности пользователя прибыльным для компании способом. А продукт-менеджер – это человек, который отвечает за то, чтобы этот продукт вообще в принципе приносил деньги. Вы там молчите слева. Все хорошо? Вот. И вот этот самый продукт-менеджер, он отвечает за пользователей, за взаимодействие с ними, в каких-то случаях за маркетинг этим пользователем. То есть все, что касается пользователей, после этого, после пользователей ему нужно генерить гипотезы и в целом какое-то видение развития. Это то, с чем он работает часто. Это всякие всеми любимые планы, бюджеты, планирование. А давайте мы раскидаем какие-нибудь квартальные мейлстоуны. А давайте придумаем, что наш продукт будет делать в 2025 году. Это регулярные запросы от любого уровня менеджмента. Мы у себя между собой все это квартальное планирование называем прогнозированием факапов. Потому что примерно через месяц после начала квартала наш план уже не актуален. У нас уже все поменялось. В компаниях, которые побольше, там актуальность планов держится чуть дольше, потому что там это медленнее работает. Но в целом надо понимать, что план это не что, а планирование это все. То есть важно планировать, но также важно потом эти планы корректировать для того, чтобы соответствовать реальности. И этим приходится заниматься. Нужно работать с командой и со стыкхолдерами. Если с командой все просто, это те ребята, с которыми ты делаешь вот этот клевый продукт, да, ты там приносишь клевые результаты, то со стыкхолдерами, с коммуникацией очень важно. Я знаю, что здесь есть среди вас ребята, которые работают с внешними клиентами и делают для них проекты. У меня для вас есть такой вопрос. Что является успешным результатом? В том случае, если достигнуты цели проекта, но заказчик недоволен или проект завален, цели не достигнуты, но заказчик счастлив. Что из этого хороший результат? Да по-разному бывает. Ну хорошо, он не завален, он затянут на полгода. Вот. В общем, у меня нету однозначного ответа на этот вопрос, но очень важно в взаимодействии с, ну там, не знаю, с кем-то важным, да, стыкхолдерами, я говорю, кто-то важный для твоего продукта. Очень важно взаимодействовать с ним, управлять его ожиданиями, и чтобы он был счастлив. И в каждом случае это может быть что-то отдельное. То есть, не знаю, надо ли учитывать мнение финансового директора? Он же напрямую мне задачи не ставит. Ну, в целом надо, то есть нужно, не знаю, проводить какой-то внутренний пиар своего продукта, рассказывать, какие клевые штуки мы делаем, для того, чтобы, когда будут принимать решения, не знаю, на чем экономить косты, экономили не на тебе. Или мы делали совершенно дебильнейшие видео, нам нужно было запустить большой проект внутри себя. То есть мы, одна из вещей, которые я занимаюсь, это CRM-система, у меня там 10 разработчиков. И когда мы запускались, нам их где-то надо было взять. И не просто взять, то есть просто взять разработчика, привезти его за руку, посадить, он у нас начнет работать через два месяца, и пользу он будет через два месяца приносить. А нужно их было найти быстро, обученных, которых не надо адаптировать. И мы в итоге договорились до того, что хорошо, если из других команд кто-нибудь сам захочет к вам перейти, то ну ладно, мы ему разрешим. И мы с темлидом снимали видео, где мы рассказывали, какой у нас клевый проектик, и постили их в канал для разработчиков. То есть у нас там было целых несколько видео, в каждом из которых мы рассказывали, как у нас клево, ребята, приходите к нам. И к нам пришли два человека. Одного удалось подкупить командной толстовкой. Но внутренний пиар и отношение с командой, с деколдерами, это прям супер важно. Потому что чаще всего, особенно в больших компаниях, от этого зависит успех. Вот. Собственно, разработка и внедрение, взять и сделать, это больше такая проектовая часть. И обратная связь. Потом посмотреть, что получилось, и пойти все чинить и улучшать. Вот это, ну, наверное, основные такие части жизненного цикла, с которыми имеет дело продукт-менеджер. Вот. И он там плюс-минус вот так вот выглядит, с кем он взаимодействует. То есть он взаимодействует с маркетингом, с продажами, либо он сам может быть маркетингом и продажами. Он взаимодействует с менеджментом, он общается с пользователями, и он общается с командами. Вот. У него в команде может быть выделенный скрам-мастер. То есть я эту картинку утащил из скрам-гайда, поэтому там обязательно есть скрам-мастер. Но его может и не быть. Это может функцию выполнять и сам продукт-менеджер. Вот так примерно выглядит мир вокруг него. Вообще, есть еще такая тема, как продукт-оунер и продукт-менеджер. Ты уже говорил сегодня о том, что началось с продукт-оунера. Короче, есть много разных трактовок, типа там, продукт-оунер, он более высокоуровневый, и он, короче, там, какой-то более классный. Но по факту, из того, что я видел в российских компаниях, кого угодно называют кем угодно. Поэтому, если вы сейчас слышите продукт-оунер или продукт-менеджер, скорее всего, это плюс-минус одно и то же. Какого-то внятного разделения, кто это такой, я не знаю. Вот. Я могу объяснить, чем отличаются проект от продукта, а чем продукт-оунер от продукт-менеджер, я не могу объяснить. Теперь product versus project, да, чем они отличаются? Во-первых, они отличаются, наверное, только в одной штуке, они отличаются в ролевой модели. То есть, что такое ролевая модель? Это то, что в команде вы можете выполнять несколько разных ролей. Вы можете быть менеджером и одновременно дизайнером. Вы можете быть менеджером и, не знаю, одновременно бухгалтером. Боже, ну может такое тоже быть. И вы можете одновременно быть и product-менеджером, и project-менеджером. В тот момент, когда вы думаете о том, какую новую фичу запилить и какую прибыль она принесет, вы выполняете функцию product-менеджера и в этот момент выходите в шапочке product-менеджера. В тот момент, когда вы понимаете, что черт, дедлайн, мы ничего не успеваем, как же нам это доделать, да, то в этот момент вы выполняете роль проекта. То есть совмещать эти роли, это нормально и обычно. И у каждого из вас, скорее всего, есть какие-то функции из того, что я сейчас рассказываю и показываю на этом экране. Я сейчас подробнее расскажу. Вот. А кто вообще такой проект менеджер, как вы думаете? Человек, который управляет процессом внутри. Отлично. У меня есть бутылочка. Хорошо. Какие еще есть варианты? Кто такой проект менеджер? Класс. Да. Да. Кто еще как думает? Да. Во-первых, давай сначала определимся с тем, что такое проект. Проект это создание какого-то уникального результата, которого никогда до этого не было, за ограниченный срок, ограниченными ресурсами. Вот, не знаю, строительство звезды смерти, да, это отличный пример того, что такое проект. Это какая-то конкретная хрень, которую надо взять и сделать, ее надо сделать, не потратив слишком много ресурсов и не продолбав сроки. Да, вот это прям хрестоматийный пример проекта. Вот, не знаю, со строительством домов тоже классно приводить пример. То есть у вас есть дом, вам нужно его начать и закончить, а потом, не знаю, там старшего прораба, руководителя стройки, ему вообще нафиг не интересно, кто там будет жить и как хорошо продаются эти квартиры. Его задача успеть построить и чтобы у него не один раздолбай по технике безопасности не убился, а если убился, то был в шапке и в страховочном поясе. Это все, что ему интересно. Ему не интересны деньги. Проджекту, как роли, не интересны деньги практически. Ему интересно только за бюджет не выйти. Но принесет это прибыль или не принесет, этой роли не очень интересно. Роли. Если по PM-буку, такой библии классического проект-менеджера, то менеджер проекта, он же руководитель проекта, это такое лицо, ответственное за управление проектом, он несет ответственность за достижение цели проекта в рамках бюджета, в срок и за заданным уровнем качества. Вот кто такой проект-менеджер. Он не про деньги, он про вот такую вот штуку. Проект-менеджер это про то, чтобы сделать. То есть его основная ответственность сделать вот этот результат. А как? Ну, это хорошо. Ну, как сказать. Вот здесь мы приходим к такой области того, как, что называется. То есть человек, который занимает позицию, занимает позицию там project-менеджера, да, у вас компания, например, он может быть и отличает за деньги. Но если идти там по типа PM-буку, то не должен бы. То есть роль и позиция, они не всегда одинаковы. То есть я, когда за Дудупица работал, я почему-то назывался аналитиком. Хрен его знает, что я там анализировал. Вот. Но по факту моей задачей будет сделать так, чтобы доставка приносила деньги. А у вас сейчас и project, и project, и project? Ну, у нас сейчас по факту больше совмещение этих ролей. Кстати, про совмещение я сейчас тоже буду рассказывать. Вот. У нас мы стараемся делать так, чтобы у нас был один человек, который совмещает в себе и product и project. и я так делаю, да. У меня здесь один большой продукт, в котором у меня есть там выделенные роли project-менеджера, но это по сути человек, который мне помогает и который там пробегись, посмотри по всем, чтобы они выставили эстимейты задачки, чтобы ничего не зависало. Это такие, ну, скорее руки. А вообще у нас обычно совмещают роль project-менеджера с ролью product-менеджера. И это часто один и тот же человек. Ну, хрен его знает. Смотри, в этом есть точно хорошее, что так быстрее принимать решение. То есть тебе не надо, не знаю, там, собирать совещание и встречаться на следующей неделе с project-менеджером, чтобы что-то решить. Ты можешь здесь и сейчас в одно лицо принять это решение. Ну, там, больше решений, да. Это хорошо. А еще хорошо то, что у тебя больше контекста. То есть ты понимаешь, как это сделано и понимаешь, что вообще, там, какой результат нужен. То есть, опять же таки, тебе получается принимать более качественные решения. С другой стороны, у тебя нет затрат на коммуникацию. То есть, ну, ты не теряешь время, ты не теряешь деньги, не собираешь бесполезные митинги и это клево. И ты всегда ближе к команде. То есть, у тебя не может быть такого, что ты не знаешь, а что там происходит с твоим разработчиком. Ну, если ты нормально работаешь. Ты с ним общаешься каждый день на стендапах и ты видишь, что какой-то он, короче, сильно похмельный уже вторую неделю. С ним что-то не так. Вот. Поэтому это то, что хорошего в совмещении. Про хорошее окей? Пойдем к плохому? Давай. Плохо то, что что-то точно хромает. То есть, любая универсальная вещь, она будет хуже, чем специализированная. Если тебе нужно одновременно думать и про то, как там похмельный разработчик, что у него происходит, и про то, как приносить деньги, то у тебя всегда будет какой-то компромисс и ты не сможешь на все тратить, на всем фокусироваться достаточно хорошо. Ты будешь где-то продалбывать. Еще одна история, она про мышление ограничениями. Тут чуть менее очевидно. То есть, что это вообще такое? Когда у тебя появляется какая-то идея, там, не знаю, давайте мы запилим вот такую вот штуку. В этот момент твой маленький внутренний project manager говорит, чувак, мы вот сейчас потратили уже три месяца для того, чтобы сделать вот такую систему, вот такую архитектуру. Вот то, что ты хочешь, оно вообще в нашу архитектуру не влезает. Давай, ну нахер, мы это делать не будем, потому что мы не можем. Вот. А если гипотеза, которую вы там хотите проверить, или то, что вы хотите сделать прям супер очевидно, приносит много денег, то внутренний продакт-менеджер, он внутри победит и скажет, да не, ну нахер, нам это приносит деньги, мы все равно будем делать. Но если это не очень очевидная штука, то может оказаться, что вы будете таким продакт-менеджером, который говорит, не, ну это мы не можем, тут у нас ограничения. И вместо того, чтобы думать, как там кратно принести деньги, вы следите за тем, чтобы ничего не менялось. Потому что по факту, вы там, не знаю, у вас команда постоянно делает бесконечный рефакторинг, у вас все очень хорошо работает, только денег мало приносит. И вот эти ограничения, они в голове начинают очень сильно мешать. Я за собой такое регулярно замечаю, что, типа, этого мы делать не будем, не потому что это нам не приносит денег, не потому что это не окупит себя никогда, а потому что мы же так долго делали вот эту вот магическую штуку. Мы давайте уже допилим, потому что мы столько потратили на это силу. И чаще всего, когда project и product – это одно лицо, там могут быть не очень большие команды и относительно небольшие продукты. То есть это частично связано с тем, что тебе нужно совмещать несколько ролей и делать несколько вещей, поэтому в тебя не влезает прям очень большое что-то. Если у тебя много больших экспериментов и тебе нужно их проводить, то ты не сможешь одновременно менеджить команду. И, скорее всего, для того, чтобы хорошо двигаться на вот такой вот позиции, то нужно работать с небольшими продуктами. Либо у вас должна быть такая архитектура, бизнес-архитектура компании, чтобы можно было бить на небольшие независимые участки, на которые ставят людей. То есть мы пока в Skyeng пытаемся делать так. получается не всегда, честно. Ну ладно, давайте дальше. Почему стартапы проваливаются? Почему компании тратят деньги на хреновые продукты? Почему вообще получаются продукты, которые закрываются? Как вы думаете? Окей, потому что там нет хороших продуктов. А почему еще? Продукт говно. Ну, это уже… Окей, ну а почему? Ну, статистика такая. Статистика такая. А почему? Хорошо, но вот… А какая причина того, что там все не могут выстреливать? Ну хорошо, но не знают они ничего про прозвольную. И к чему это ведет? Не все идеи классные. Не сложилось все в одном месте. Не сложилось все в одном месте. Не с инновациями, когда, допустим, придумали хорошие продукты. Хорошо, я не знаю. Если вы сейчас придумаете очень клевый продукт, соберете очень крутую команду, но ваш продукт – это тапочки для котов. Почему? Аудитория. Аудитория не знаю, да? А еще почему? Спроса нет. Да. Ты спойлеришь. Денег нет. На самом деле выглядит это вот так. Это значит, что у вас нету product market fit. То есть у вас есть рынок, какие-то ребята, у которых есть эта потребность и которые готовы за это платить деньги. То есть есть, не знаю, там, парики для попугайчиков, да? Вот. Есть какие-то сумасшедшие, которым это нужно. И вы начинаете делать для них продукт. Если вы нашли сумасшедших, которым нужны парики для попугайчиков, то у вас все совпало. Они у вас будут покупать, и они будут счастливы. А если вы этот сумасшедший, которому нужны парики для попугайчиков, который пытается их куда-то продать, то окажется, что рынка нету. То есть, если вы делаете продукт, который никому не нужен, он провалится. Это, наверное, одна из основных причин, почему он не проваливается. Потому что вы делаете что-то, что не нужно никому. Или нужно, не знаю, очень маленькой аудитории, на которой они окупаются. Не знаю, у кого были, там, такие вот гениальные идеи, типа, ну, мне же вот сейчас это нужно, наверняка есть еще куча людей в мире, которым это нужно. Мы не попали в стоимость привлечения. Сервис, в принципе, нужен. Но мы не разобрались, как за те деньги, которые у нас были, привлекать нужное нам количество пользователей, чтобы наша бизнес-модель начала работать. То есть, мы из диджитал-каналов просто не могли привлечь, и мы такие, блядь, мы не умеем это делать. Вот. А что там, ходить раздавать листовки или как Royal Mail работать сто лет? Ну, наш бюджет на это не сходится. Плюс у нас тогда хорошо пер, там, Китай, Корея, Индия, и, как бы, этот дорогой Лондон, он нам, ну, нафиг не нужен. Поэтому, да, фактически мы не нашли каналы, через которые мы можем пойти к нашей аудитории и сказать, аудитория, привет, у нас есть сервис. Мы этого не нашли. То есть, ну, там, если прям уже, знаешь, там, совсем углубляться, то есть Product Market Fit, есть Product Channel Fit. То есть, вам нужно сначала вообще найти этот рынок, потом научиться с ним коммуницировать. То есть, каждый раз можно сделать ошибку. Но базовая причина – это никому нафиг не надо. Я на вас так смотрю, для того, чтобы, не знаю, какую-то реакцию увидеть. Угу, все хорошо, все плохо, бежим дальше. Поэтому если вы будете кивать, когда на вас смотрим, мне будет проще. Можете не кивать, так тоже можно. Вот. Дальше? Да. Дальше – это концепция того, как нужно искать этот Product Market Fit. Это концепция MVP. Minimal Viable Product. То есть, минимальный жизнеспособный продукт. Вы имеете дело с потребностью пользователя. Не знаю, там, потребность в перемещении, да. Если вы начнете сначала пилить одно колесо, оно ни хрена не решает его потребность. Если вы сделаете, там, не знаю, скейтик, самокатик, whatever, да, то вы уже на этом можете протестировать, в целом, нужно это им или не нужно. И чем меньший объем, там, денег, разработки вам нужен для того, чтобы протестировать вашу гипотезу, тем лучше. То есть, когда вы работаете с заказчиком, можно, там, не знаю, сделать один вариант, вылезать его, принести, он скажет, не, ни фига, это не то. А можно показать ему максимально быстро, максимально быстро получить от него обратную связь, провести какие-нибудь говно-тесты для того, чтобы понять, работает это или не работает. То есть, чем быстрее вы будете тестировать свои гипотезы, и чем меньше вы надо тратить денег будет, тем более успешно вы сможете двигаться. Да. Ну, вообще, да. Только метод прогрессивного жпега… Ну, кстати, блин, ты же поспорь. Про то же, да. Ну, просто иногда можно, самое прикольное, что вообще не делать продукт. То есть, можно протестировать, нужно это или не нужно, даже не начиная ничего пилить. Ну, например, перед тем, как вообще что-то сделать, просто пойти и пообщаться с людьми, которые кажутся вам вашей целевой аудиторией. То есть, если вам, не знаю, 8 из 10 тех, кто кажется, что это ваша целевая аудитория, говорит, да не, но мне это не болит, то мне это не нужно, то, скорее всего, ваш продукт вообще не нужен. Можно просто сделать исследование, пойти поговорить. Там можно… Хорошо, если у вас макет, да, если у вас там, не знаю, у вас какой-нибудь интерфейс, вы его показываете и говорите, а ты вообще понимаешь, что здесь происходит или не понимаешь? И посмотреть на реакцию. То есть, очень многие вещи, их можно тестировать дешевле, чем там, запилив реальный продукт. У нас была гипотеза, что у нас есть ученики, которые приходят к нам, и если им сказать, чувак, вот прямо здесь и сейчас, давай проведем тебе вводный урок, у нас вырастет конверсия. То есть, мы могли напилить какой-то большой механизм этих мгновенных вводных уроков. Вместо этого мы посадили группу операторов и группу учителей. Группа операторов брала трубку, набирала и говорила человеку, давай вот прямо сейчас, а учителя были готовы сесть и начать. То есть, там экономика не будет сходиться, да хрен бы с ним, нам протестировать надо, улучшает эту конверсию или не улучшает. И оказалось, что ребят, которые готовы прямо сейчас, их мало. И тестирование без вообще разработки – это самое прикольное, что можно делать. Поэтому у нас есть огромное количество всяких косячных бизнес-процессов, которые работают на гуглдоках, потому что мы их когда-то стартовали, мы потестировали, поняли, что нормально, потом поняли, что ну ладно, оно же как-то работает, давайте пока будем чинить что-то еще, а здесь просто увеличим количество гуглдоков. И только сейчас мы с болью и кровью приходим к тому, чтобы от этого уходить. То есть мы, не знаю, типа чиним бизнес-процессы только в тот момент, когда они становятся реально узким местом. Пока это не узкое место, ну хорошо, это некрасиво, это плохо, но давайте пускай оно будет, потому что у нас есть другое узкое место, которое вам вот сейчас не даст развиваться. Это концепция минимального продукта и тестирование с помощью минимальных каких-то усилий. Для того, чтобы, не знаю, достигать успеха как продакт-менеджер, ну на самом деле единственное, что есть универсального, да, то есть это кроме хорошо развитых soft skills, вот, которые нужны практически всем сегодня, нужно некоторые вещи думать как продакт-менеджер. И, наверное, это то, что приводит к успеху больше всего. То есть у нас, не знаю, у нас HR, у нас офис-менеджер, они думают категориями типа тестирования гипотез. То есть у нас есть офис-менеджер Алена, у него одна из задач сделать так, чтобы во всех переговорках были маркеры, да. У нас там много маркерных досок, и когда маркеры плохо вытираются, это не круто. Или там, когда они быстро высыхают, и там, не знаю, у нас сидит куча народу зачем-то на совещании, и все ждут, пока ты вот вытришь доску, или пока ты найдешь маркер, который пишет, это не круто. Поэтому Алена тестирует разные маркеры и потом собирает фидбэк. То есть, казалось бы, что в этом вообще есть от продукта. Но здесь есть эксперименты, эти будут лучше, эти будут хуже, есть сбор обратной связи, есть решение бизнес-потребности, то есть мы меньше времени на совещаниях тратим на то, чтобы там, не знаю, решать проблемы с маркером и доской, а не думать про то, как принести денег компании. Поэтому как продукта можно подходить к чему угодно. Вот. А одна из первых штук, которые у вас должны быть в уме, я не репрезентативен. То есть я не моя целевая аудитория, и я не тот, кто будет пользоваться моим продуктом. Поэтому, если это мне нравится или не нравится, ну окей, это мое личное мнение одного человека, а есть еще огромное количество других людей, которые, собственно, и составляют мою целевую аудиторию. Нужно ориентироваться на их мнение, а не на свое. Следующая история. Вам всегда нужно понимать, из чего складывается экономика. Не обязательно будет вот такая формула, это просто формула для примера. Вам надо понимать, как вы на своем месте влияете на деньги в компании. То есть зачем вам платят зарплату? Как можно измерить вашу эффективность? Как эту эффективность после этого можно улучшать? Если вы не понимаете, какую пользу вы приносите, то у вас большие проблемы. Следующая история. Это ориентация на метрики. То есть не принимайте решения просто потому, что вам так кажется. Принимайте решения, потому что у вас есть какие-то данные, на которых вы можете принять решения. Мне очень нравится вот эта вот цитата Эдварда Дюйминга. «In God we trust, all others must bring data». То есть мы верим только Богу, все остальные, пожалуйста, принесите доказательства. Собственно, метрики и данные. Следующая история – это решения в условиях неопределенности. У вас никогда не будет полного объема информации. Вы никогда не будете уверены на 100%, что то, что вы делаете, оно всегда правильно. Всегда будет риск того, что что-то провалится. И вам нужно научиться с этим риском жить и принимать решения как можно на границе того, что вы уже можете принять качественное решение, но еще не потратили слишком много денег на исследование. Поэтому у вас всегда будет неопределенность. От этого устоешь. То есть ты всегда понимаешь, что где-то что-то отвалится и где-то тебя ждет косяк. «Fail fast, fail cheap» – вам нужно как можно быстрее проводить много экспериментов. Они будут дешевые, они будут проваливаться, но это единственный способ быстро набирать опыт. Если вы не лажаете, значит, вы не делаете ничего нового. И чем дешевле вы налажаете, тем лучше будет. Следующая история – это helicopter view versus dive into details. То есть что это значит? Вам, с одной стороны, для того, чтобы делать хороший продукт, нужно разбираться в каждой мелочи вашего того, что происходит, того, что вы делаете. Вам надо прямо закапываться, разбираться с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы делать действительно какие-то большие результаты, вам придется иметь видение и иметь какие-то такие стратегические видения развития. И держать и то, и то одновременно в голове суперсложно. То есть в том случае, если вам придется прямо много работать с командой, вы закопаетесь в деталях. Если вы будете думать только про стратегию, у вас будет очень классная стратегия, только продукт будет дерьмой и ничего работать не будет. Поэтому постоянно надо держать в уме этот баланс и уметь переключаться. То есть у меня там раз в неделю есть встреча с самим собой на час, я оставляю телефон, я оставляю ноутбук, я иду и рисую на доске про какую-нибудь свою задачу, которая для меня сейчас наиболее актуальна. И таким образом мне удается абстрагироваться от каких-то мелочей и вообще подумать про нее чуть больше, чем сиюминутно. Потому что если будете только сиюминутно думать, вы никогда не достигнете кратного роста. То есть хорошо, вы улучшите свои показатели на 2%. Когда рынок улучшил на 10. Ну и в чем прикол. И софты. Вам придется очень много коммуницировать. Вам придется коммуницировать с пользователями, с командой, с кем-то, кто принимает решения. И для того, чтобы эта коммуникация была успешной, без софтов вы не обойдетесь. То есть одна из вещей, зачем я вообще хожу и рассказываю про product management, потому что это помогает мне научиться лучше коммуницировать с аудиторией, лучше коммуницировать с людьми. То есть это вот то, наверное, зачем я этим начал заниматься. Для того, чтобы улучшать эти софты. Потому что то, как я презентую свои решения, то, как я презентую свой продукт, то, как я его продаю, а его приходится продавать всем. Команде, соседним командам, компании, пользователям, конечно. От этого зависит мой успех. Потому что если я не смогу рассказать, что это клево, если я не смогу их увлечь идеей, то результата не будет никакого. Поэтому качайте софты, это супер важно. А там, не знаю, через 10 лет, может быть, вот той профессией, которой вы занимаетесь, ее уже не будет. Она будет какая-то другая. Может быть, не знаю, вам не надо будет лить трафик, а Facebook будет с помощью своих волшебных аудиторий делать это сам. Ну вот, например. То есть просто по CPA модели будет у него покупаться нужное количество лидов и все. Для малого бизнеса это сейчас практически так и работает. Ты там настраиваешь компанию в 5 кликов, она у тебя не очень оптимальна, но зато быстро просто и дешево. Может быть, этого не будет, а общаться вам придется всю жизнь. И от этого во многом зависит ваш успех. И если говорить про какие-то скиллы, которые я проверяю на собеседовании, то часто это просто проверка софтов и для себя я выделил топ-4 вещей, которые мне хочется видеть в человеке, которого я нанимаю, в человеке, с которым я работаю. И это, наверное, то, на что очень сильно сейчас обращают внимание, когда нанимают в digital на какие-то позиции. Причем не только на позиции менеджеров, но и на позиции, не знаю, data-analytica. Если он не умеет общаться с заказчиками и разбираться, что там происходит, он мне будет приносить какую-то херню вместо исследований, и его цифры придется перепроверять. Самое важное это что? Это самоходность, самостоятельность. Это бизнес-мышление, системный подход и скорость, с которой человек двигается. Сейчас я подробнее расскажу про каждый из них. Потому что, как с любыми soft skills, сравнить, кто из нас более коммуникабельный, я или парень в пиджаке, ну хрен его знает. Ну вот как вы сравните? Типа там, у меня это 99, у него 99,5, ну непонятно. Вот, но надо проверять. Поэтому мы это проверяем как? То есть мы проверяем самоходность, человек, он самоходный через кейсы. То есть там, не знаю, типа, чувак, расскажи вообще, что ты делал на прошлой работе и зачем это было нужно? То есть в чем вообще заключался смысл твоей работы и какие у тебя были цели? Если он не может про это рассказать, ты говоришь, ну ладно, хорошо, давай попробуем там, не знаю, смоделировать ситуацию. Вот смотри, вот мы тебя возьмем дата-аналитиком. Как ты думаешь, зачем мы тебя возьмем и вообще в чем смысл твоей работы? То есть если он не понимает цели и смысла, то это полная хрень. Вот с таким человеком будет супер сложно. Он будет в том месте, где не надо закапываться в детали, а на важные вещи он будет забивать. Он, не знаю, там, если это разработчик, он вам притащит 35 новых модных JS-библиотек просто потому, что ему их прикольно сделать, а потом эту хрень никто не сможет поддерживать. Вот, потому что он не понимает, что и зачем он делает, а он играет в технологии, которые ему нужны. Человек должен уметь приоритизировать, должен разбираться, что сейчас главное и там отвечать на эти вопросы. Он должен сам себе ставить задачи, то есть это же проявляется так же. Чувак, давай подумаем, что вот здесь нужно делать, если он сможет сгенерить задачи в какой-то последовательности хорошо. Сгенерить неправильно, его можно откорректировать, чтобы он начал делать правильно, но если он вообще не умеет делать или не делает, то вот тут супер плохо. Он не должен требовать ежедневного контроля. То есть человек, над которым нужно стоять и контролировать его каждую минуту, работает он или не работает, они работают в телемаркетинге, в удаленном телемаркетинге на 20 тысяч рублей. У них есть такое понятие, как статус оператора и каждый день их расписан по секундам. А еще примерно 25 человек в час посылают их нахер, когда они им позвонили холодными звонками. Вот, поэтому если не хотите работать оператором холодных продаж в телемаркетинге, учитесь работать самостоятельно. Вам нужно действовать проактивно, ну или хрен с ним с действием проактивно, хотя бы эскалировать. Типа там, эй руководитель, у меня здесь что-то пошло не так, помоги, разберись. А в идеальном случае вам нужно предлагать решение, тут что-то пошло не так, давай делать вот так. Это то, что касается самоходности и того, как ее можно проверять в человеке. И если вот у вас есть вот такой человек, он может быть, все мы не идеальны. У нас нет вот всего вот настолько круто, как я сейчас рассказываю. Но это то, на что нужно обращать внимание. И это то, к чему нужно стремиться. И чем лучше, тем дороже вы стоите на рынке. Следующая история, она про... Самоходность закончили? Хорошо. Следующая история, она про бизнес-мышление. Вам надо понимать, в чем заключается ценность для пользователя. Но это про продукт, либо в чем заключается ценность для компании, что вы и вообще ценного продаете. То есть, зачем она покупает вас? В чем заключается ваша ценность? Вам надо понимать, как связаны ваши ключевые метрики с деньгами. Не знаю, для кого-нибудь ключевые метрики – это то, сколько продаж он может закрыть, для кого-то ключевые метрики другие. Но ваша зарплата, да, она зависит от того, сколько пользы вы принесете компании. То есть, если вы придете и скажете, слушай, я тебе готов приносить 10 миллионов прибыли в месяц, но я хочу один себе. Ну, это сделка века. Кто угодно согласится. То есть, и потолок того, сколько вы зарабатываете, по факту зависит от того, сколько пользы вы приносите. Поэтому вам всегда нужно понимать, вообще, в чем связь ключевых ваших метрик с вашими деньгами. Вам нужно постоянно учитывать ROI. То есть, что такое ROI – это return investment. Это сколько я потрачу и сколько я на это получу. И при работе со своими задачами всегда надо понимать, я вот сейчас на эту фигню потрачу, не знаю, столько-то часов, а что мне это даст на выходе. Если это можно посчитать в деньгах – клево. Если это можно хотя бы как-то оценить – тоже нормально. Следующее, что вам нужно всегда думать, что можно улучшить и где можно двигаться лучше. И последнее, вот в результате этого всего вам надо приносить больше денег компании. Потому что, если все так клево, вы знаете ценность, вы знаете связь метрик с деньгами, вы посчитали ROI, а в результате получилось ничего, то все плохо. Это про бизнес-мышление. И это точно также проверяется на кейсах. Еще одна история – это про системный подход. Это про то, что вам нужно видеть картинку целиком и видеть все, что с ней связано. Потому что на вас могут влиять как вещи, которые вам непосредственно понятны на ваш продукт, так и что-то, находящееся рядом с ним. То есть у меня в моих бизнес-процессах есть бизнес-процессы, за которые я не отвечаю. У меня есть моя большая боль, у меня есть маркетинг, у них есть большая система меток. И оттуда постоянно летит какая-то херня. И мне приходится ее отгребать. Вроде бы это не то, за что я отвечаю, но если я понимаю, как работает там соседняя система, то я гораздо лучше могу работать со своей. Если я понимаю, какие KPI у маркетинга, то я гораздо лучше могу делать так, чтобы все вместе вы достигали успеха. Поэтому вам нужно видеть картинку целиком, учитывать все элементы связи и учитывать, что вообще на вас влияет. И часто надо смотреть чуть-чуть шире, чем ваша непосредственная область ответственности. Потому что с точки зрения продуктовых историй, особенно внутренних продуктовых историй, часто самые большие прорывы находятся на стыке бизнес-процессов, на стыке зоны ответственности. Типа у Васи все хорошо, у Пети все хорошо. И когда Вася с Петей работают вместе, получается полная жопа. Потому что они не синхронизированы и все остальное. Поэтому если вы можете все это делать, то будет клево. Чего еще? Ну и надо ориентироваться на то, чтобы все делать быстро. То есть это скорость коммуникации, скорость проверки гипотез, скорость принятия решений, скорость того, как вы потом все это выкатываете и скорость обратной связи. То есть гораздо лучше сделать быстро и потом допилить, чем год делать, а потом выкатить идеальный продукт, который скорее всего уже отстал. Чем быстрее вы двигаетесь, чем быстрее вы проводите все циклы, тем больше получается результат в конце. Не обязательно делать много. Сделайте много раз по чуть-чуть, но выкатите в продакшн, чем ждать очень долго и сделать что-то супер большое. Велосипед. Велосипед. Да. Слушай, ну… Подожди, для машин это отлично работает, у тебя есть машины. И гораздо лучше улучшать машину по чуть-чуть, там, постоянно, пока она у тебя на конвейере, да, не знаю, у тебя там колеса от нее отваливаются. Делай так, чтобы не отваливались колеса, а потом чинить радио. Не, ну подожди, 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 что не бывает так, что не покупаете машину сразу после выпуска, потому что там еще не полечили все косяки? Кто-то кто-то? То есть, и чем быстрее вы эти косяки чините, лучше каждый день починить по чуть-чуть и показать трекшн. Давайте, хорошо, у вас есть проект, и вам пришел вот, не знаю, длиной с ногу лист замечаний от заказчика. Выкатывайте их по чуть-чуть. Он будет видеть, он будет понимать, что ага, мною занимаются, чем потом в конце принести ему вообще все сразу. Ну вот, вот. Да. Ну смотри, на скейте вы тестируете, на устройстве, на скейте, да, если это устройство, мы тестируем гипотезу. То есть, не обязательно сразу делать там… Понимаешь, смотри… Сейчас я объясню. Смотри, с Bentley ты тестируешь гипотезу, которая звучит примерно так. Если это будет самая дорогая охрененная машина, ее будут покупать. Ты не тестируешь гипотезу, людям нужную машину. Ты тестируешь гипотезу, я не знаю, людям нужна вот именно такая машина с вот такими фишками. То есть, здесь рынок уже настолько далеко ушел, что… Да, да, что те гипотезы уже более глубокие начинаются. Но здесь надо понимать, какую гипотезу ты тестируешь. И аналогия со скейтом, она говорит про то, что протестируй эту гипотезу минимальными средствами. Если ты думаешь делать Bentley или не делать, сделай суперлюксовый запорожец и посмотри, покупают его или не покупают. Ну, вдруг найдутся идиоты. Просто посмотри, что это будет. Сделай там, не знаю, не серийную сборку, а сделай там кастомное ателье и посмотри, что будет. Скорость там точно также важна, просто она медленнее. Но если ты сможешь быстрее выкатывать обновления, для тебя это тоже конкурентное преимущество. Просто понятие быстро там разное. А сейчас я вам расскажу про то, как делать не надо. Это мое самое, наверное, любимое. Не надо делать примерно так. Я знаю, чего хотят пользователи. Я клевый. Я знаю, что хочет заказчик. Я знаю, что ему надо. Нет, я не буду слушать, какой у него бриф, я не буду ничего сделать, я знаю, как это делать. Не надо. Не делайте так. Еще классная штука. Зачем мне метрики? Я так знаю, что это клево. Зачем мне проводить, ну, не знаю, фокус-группы. Я сейчас смотрю. Я и так знаю, что это огонь. Давайте просто раскатывать. Нет. Да. У нас тут, слушая, говорим, про кинетаты, у нас тут такие колороны, конечно, приходят, не знаете, что там, ну, как-нибудь транспиренты. Метрика, это не хуже, есть какой-то картинка, какой-то людей, которые считают, условно верно. Вы считаете, что это вполне хорошо, что мы имеем в виду, как это канал. И часто, как-то, возможно, приятный, как-то, в том, что вы так делали. Ну, это прям реальная жизнь. Некогда я даже не слушаю, что это по клиентам, а мы не выбираем. Делаем вот так. Ну, тогда мы возвращаемся к тому, как бы, в чем вообще смысл. Здесь, может быть, оказывается, что, например, не ваш клиент. Здесь, короче, нет у меня никакого универсального решения. Там, у меня регулярно возникает проблема, как объяснить кому-нибудь, там, из операционных менеджеров, с которыми я работаю, что идея, которую они очень хотят, это говно. Вот. В каких-то случаях у меня это получается, в каких-то нет. Поэтому это реальная жизнь, в которой вам придется это делать. Да, конечно. Хороший прям пример привести. Я очень долго сопротивлялся тому, чтобы добавить… Да, кстати, еще и про то, что… Ну, такие про проектовые вещи. Я очень долго сопротивлялся про то, чтобы добавить там какой-то функционал, потому что сейчас мы выкатим новую другую систему, а здесь мы потратим просто денег, и потом хрен его знает… Ну, потом это никогда себе не окупит. Но в итоге мы это сделали. Там, соседняя команда обдолбалась, и мы до сих пор пользуемся этой штукой, которая предполагалась как временная. Вот. Ну, так тоже было. Так, чего там дальше? А, вот тоже прикольная штука. Сразу делать хорошо, чтобы потом не переделывать. Не получится. Сделайте методом прогрессивного джпега сначала что-то простое, потом поймите. Или, знаешь, есть еще… Мне очень нравится Дорофеев, который про личную эффективность много рассказывает. Например, такая фраза. Зачем делать через жопу в последний момент? Сделайте через жопу сразу, тогда успеете переделать. Вот. Есть еще прикольное решение, но это больше продуктовая история. Мы сделаем универсальную платформу. Чаще всего это значит, что вы вообще не понимаете, кому и зачем это надо. Мы просто хотим сделать какое-то универсальное решение, а потом разберемся. Скорее всего у вас получится решение, которое не подойдет вообще никому. Еще тема – это про огромный объем минимального функционала. То есть, если у вас ваш MVP на год разработки, то у вас что-то не так. Если вы, не знаю, не космический ракет запускаете… Да хрена он знает. Надо смотреть на индустриальные стандарты. Не знаю, если мы делаем Windows полгода, то что-то идет не так. Если мы его делаем за неделю, то, наверное, нормально. Если мы его делаем за три дня, то тоже неплохо. Если мы его делаем за два часа на LP-генераторе, наливаем трафа и в тот же день протестировали, то вообще отлично. Здесь надо понимать, что нормально, что нет. Здесь для каждой может быть по-разному, но главное, что если очень много, то что-то идет не так. Есть еще классная тема про сначала мы пилим какой-то минимальный прототип, потом начинаем вообще проверять воронку, проверять стоимость привлечения. Это вот то, на что на самом деле мы наткнулись в Лондоне. То есть, я сейчас понимаю, что по уму нам не надо было вообще ничего делать. Нам надо было сделать Windows кнопкой заказать и посмотреть, сможем ли мы получить нужный нам объем трафика. Это я сейчас понимаю. А мы вместо этого решили, что нет, мы как бы начнем все по-настоящему, потому что мы-то найдем этот минимальный объем трафика по-любому, а потом у нас включится сарафанное радио, потому что в Москве оно у нас хорошо работает. Нет. Поэтому сначала тестируете воронку, сначала налейте трафика, посмотрите, что будет, а потом уже делаете сервис. Есть еще штука, но это же про продукты, про внутри, про автоматизировать хаос. Если у вас непонятно, что происходит, если у вас бизнес-процессы не работают одинаково, а вы их начинаете автоматизировать, то все, что вы получите, это автоматизированный хаос. Так тоже делать не надо. Прикольная штука, просто сразу автоматизировать. Мы не знаем, как это будет работать, у нас нет ни одной продажи, но мы хотим сделать очень крутой продающий сайт, мы хотим сделать вот сразу, чтобы было автоматически, но у нас процесс еще никогда не работает. Так не бывает. Сначала посмотрите, как это должно работать там на коленке, поймите, в чем у вас узкие места, потом начинайте расшивать эти узкие места, потому что иначе вы сделаете что-то, не подойдет никуда. Чинить симптомы, а не причину. Тоже очень часто там, но не знаю, если ко мне прилетают неправильные метки из маркетинга, я могу сделать у себя очень сложную систему их переразметки, перепроверки, проверки целостности данных, а могу просто пойти сказать, чуваки, ну давайте вы уже наконец-то почините. И это будет и дешевле, и проще, и всем лучше. Еще прикольная штука, пилить фичи, но не внедрять. Мы сделали какую-то клевую фигню, но ей никто не пользуется. Ну и что, пойдем делать следующую клевую фигню. Нам же просто нравится делать классные штуки. Я думаю, что это у вас на стороне заказчиков может быть достаточно часто. Давайте мы сделаем вот это, вот это, ух ты, как классно получилось. Ну хорошо, вот стол пускай полежит. Просто так не делайте. Что нужно уметь продукт-менеджеру? Как вы думаете? Я считаю бабло. Окей, хорошо, надо у меня считать бабло. Project плюс бабло. Смотри, когда я первый раз делал эту презентацию, я несколько раз на уже рассказывал и переделал потом каждый раз, вот, я думал, что здесь должен быть майндмап скиллов, знаешь, типа все как надо, надо иметь вот это, это здесь. Так вот, майндмап скиллов не получилось. Потому что вот так выглядят всякие разные продукты, это только продукты, да, в каждом из них нужен свой скиллсет продакт-менеджера и получилось бы, короче, вот такой майндмап с майндмапами еще. И каждый раз продакту, каждый раз диджитал-специалисту там в современных реалиях надо приходить и настраивать себя под отдельную компанию и под то, что нужно там. То есть получается, что для того, чтобы быть сегодня успешным, это не только продакт-менеджером это касается, это касается на самом деле очень многих, там, не знаю, это, наверное, не касается только врачей и пожарных, вот, потому что они спасают людей, а мы здесь сайтики пили. Вот, у вас должен быть разный скиллсет для разных продуктов и вы должны выглядеть вот так. То есть если ваши там скиллы нарисовать, да, такой, типа, концепт, T-shaped people, то есть это ребята, у которых есть очень широкий кругозор, они знают там всего по чуть-чуть, но в каждой конкретной области у них есть глубокие, сильные скиллы. И эти области, они меняются в течение жизни. То есть вы, не знаю, начинаете заниматься, может, там, какими-нибудь мобильными приложениями, вам надо разбираться в том, что нужно для мобильных приложений. Вы перестали заниматься мобильными приложениями, пошли заниматься буровым оборудованием, вам надо разбираться в буровом оборудовании. Но при этом у вас должны быть софты, у вас должны быть какие-то общие такие знания про деньги, про то, как работает бизнес, и каждый раз вам придется переучиваться и разбираться в чем-то глубже. Так, что я пропустил? А, и вот, я пропустил, что продуктом на самом деле может быть все, что угодно. Это, наверное, одна из основных мыслей, которые хотел бы сегодня донести до вас, что вот то, про что я рассказываю, можно применять у вас и применять каждый день. Продолжение следует...